проплыли мы порядка 200 километров из них первым маршрут сразу замахнулись по кто знает из местных новосибирских по и не мы сплавились от плотникова деревни до обе это у нас путь составил 45 километров проплыли мы мы прям гребли так не останавливаясь практически проплыли на его за 7 часов потом я посмотрел по отзывам все выплывут как правило по два дня этот путь то есть сами понимаете какая скорость почти что в два раза быстрее мы плывем и не особо то наблюдаю под устали все равно 7 часов гребли потом мы пробовали еще один заплыв мы это все кату не готовимся второй заплыв мы по обе поплыли мы поплыли от водохранилища до зайцовского парка мы проплыли там 28 километров из них больше половины пути против ветер такой ду что мы когда переставали гребсти нас аж и выше по течению начинал тащить вот эти два сплава какой из них у меня был минус минус был только один это самоотливы и что когда особенно прохладную погоду ты сюда ногой надавливать тебе вода подтекает ты получать не ляжешь на дно ничего не сделать вот главный заклеив самотливы третий сплав у нас это я большие сплавы перечисляю где мы прямо нормально испытали по берди последний сплав у нас был по реке бердь мы поплыли от кентерепа до старососедово этот путь у нас составлял по катера считали 37 километров до 37 километров мы поплыли за 8 часов но там какое в чем плюс были два больших пусть у меня были заклеены уже самоотливы комфорт не ценноизмеримый когда ты плывешь сухой лодки просто кайфуешь что выяснить сухой лодкой я стал ложиться сидя на я сидушки спина затекает с ногами при долго спать место возможность ложиться в лодку и лежа гребсти за счет этого вообще не устаешь меняя позицию то ложишься гребет что садись и победим и справились за 8 часов и мы обогнали несколько групп всплывающихся людей так они этот участок сплавляются от двух до трех дней многие говорили что с двумя ночевками и три дня плава спала мы это проплыли за 8 часов это для тех кто хочет большие расстояния преодолевать не особо напрягать без всяких моторов и так далее офигенно для для этого отдыха лодка просто шикарно теперь еще это кто думает покупать не покупать про перевороты на лодке многие говорят что вот она типа узенька 19 сантиметров да ты легко перевернешься не то что на простой лодке вот я вам скажу что по реке что мы по волнам плавлю где-то сантиметров по 40 найди были в этом плавали волны ничего подобного уверенно сидишь ты даже на колени вставал там греб на баллоны все равно гребешь нормально единственное когда можно перевернуться я как понял он сам на это не попал что когда ты плывешь по течению начинает тебя вот разворачивать надо всегда гребсти по течению а не так как многие пытаются против течения приостановить сюда весло попадает под водку человек начинает вытягивать весло и тем самым мало того что сам наклоняется еще и веслом помогает и вот тогда я так чуть не перевернулся веслом в воду вот так надавив на воду во всех остальных случаях даже намеков нет на то чтобы она перевернулась она очень уверенно идет всем довольны сейчас мы хотим еще попробовать по части того что все таки если перевернуть как на нее залезть вот мы приехали на пускай водохранилище сейчас будем пробовать ради интерес ну что его концовки если получится там видео смонтировать выложим как на волнах она держится что достаточно уверенно нет такого страха в перевороте что тебя перевернет вот например целенаправленно переворачивались и при этом получается вылазить даже если один вайдарке получается вылазить пусть и очень сложно но выходит а если есть второй человек который может с противоположной стороны поддержать то тем более просто и варвара залазить в бегу еще удобней снос так что и страха нет такого что перевернуться залезешь или нет мы это тоже испытали а так слово о том стоит или нет брать безопасно или нет я вижу в этих байдарках только плюс по части цены что говорит обязательно мне напишут да ты что 27 тысяч это дорого а вы посмотрите сколько стоит один сплав на любых лодках даже на самых вшивых сколько вас там возьмут от пяти там и выше тысяч пошло так я себе лучше на несколько лет возьму вот эту байдарку и буду семьей выплывать не только на всякие сплавы рафты а я могу выплывать на любое озеро на водохранилище и плавать семьей брать с собой друзей и отдыхать это внесен у меня большое внесено разнообразие в мой отдых простой береговой отдых так что всем советую брать в байдарке считайте рекламы или как ну все плюсы сми минус рассказала я тайм-триаловской продукции а забыл сказать что если меня увидит тайм-триал вроде бы они как меня смотрит то большое большое желание или как совет что чтобы в комплектации продавались вот плавники какие-нибудь вклеиваем для варвара особенно чтобы можно было его последний как не подклеить если плавать по ровной воде резиновый и снять случае есть из плава погодным речь на этом все надеюсь было это видео кому не полезно